здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию по вашей просьбе связать один из вариантов мокрой мушки матч браун ну в принципе то она по этому же принципу и будет изготавливаться единственно только то что крыло мы будем под свои материалы делать я взял крючок камазан номер 14 можно 16 то есть практически любой который для вашей рыбалки в серии 400 или же можно сотку f11 f16 f14 гамакатсу и нить обыкновенную которую я распускаю толщина не могу сказать очень тонкая но достаточно крепкая слегка промазал цевьё клеем и закрепляю нить теперь нам с вами необходимо подвести нашу нить до самой самого плеча загиба там где он начинается слегка промажем клеем так как здесь мы будем с вами формировать точку атаки приблизительно такую мушку уже очень многие вязали я не претендую на авторство просто поделюсь одним из вариантов уловистой приманки здесь оставляем ставим в удобное положение так чтобы нам было удобно я беру вот такой даббинг спектра можно использовать обыкновенный даббинг как вам будет удобно но желательно чтобы он был красного оранжевого яркого такого цвета для того чтобы создать нам точку атаки в настоящей мушке которая послужила прототипом как говорится такой точки нет но в нашей полосе это юго-восток украины я изготавливаю эту мокрую мушку для поимки практически любой рыбы белой которая у нас обитает и плотва и уклейка и красноперка и головы перечислять можно до бесконечности то есть любая рыба реагирует на эту мукрую мушку сформировали вот такой небольшой шарик и теперь нам необходимо немножко промазать клеем нить и еще слегка пройти по даббингу для того чтобы наш даббинг стал таким небольшим конгломератом для того чтобы можно было быть уверенным за то что прослужит он долго вот так будет достаточно принципе это можно будет спокойно взять потом и капнуть капельку лака или же клея теперь нам понадобится обыкновенный даббинг в частности вот как мы я вам уже неоднократно рассказывал это вычесал своего любимого кота и взял вот такой материал немножечко подстрих его и изготовил вот такой даббинг можно добавлять блестящие элементы можно не добавлять перед изготовлением тела я беру вот такой плоский люрекс который достаточно крепкий можно его заменить проволокой леской чем угодно для того чтобы потом хорошо промотать тело которое мы будем изготавливать закрепили наш материал и теперь нам необходимо изготовить даббинговую нить и изготовить тело тело желательно чтобы было серого или же коричневого болотного нейтральных тонов для того чтобы не раздражать ту рыбу которую мы будем с вами пытаться поймать и как вы видите вот таким тоненьким жгутиком сильно не наматываем большое количество создадим начиная от нашего шарика пусть он и остается у нас значительно больше по диаметру начинаем формировать наше тело тело должно быть коническое с небольшим утолщением в центре и потом грудки не доходим буквально пару миллиметров до колечка останавливаемся вот мы изготовили с вами тело и теперь мы можем с вами изготавливать брать или же перо индюка но как вы видите допустим перышко цесарки которая вот у меня имеется всевозможные вот такие вот остатки по вырезам или же перо древесные утки больше подходит для изготовления вот крыла чем допустим перо индюка по величине нашего крючка если вы будете изготавливать на крючках 12 номер 10 8 до тогда есть вероятность использовать более грубое перо поэтому я взял вырез обыкновенный из наборов перо цесарки приблизительно ширик шириной полтора-два сантиметра и складывая его пополам естественно бородки у меня должны быть подравненные смотрим длину величину должен наш наше крылышко должно слегка заходить за загиб можно больше можно меньше это вы уже выберите по своей рыбалке переставляем руки удерживаем в таком положении не отпускаем выровняли длину и теперь так как мы выберем с вами пальцами наклон он такой останется и притяжной петлей сперва один раз подхватим потом второй раз подхватим пару оборотов выполним для того чтобы можно было отпустить наше перо и посмотрим как мы его закрепили как вы видите вот так вот такое положение меня в данный момент она устраивает теперь нам остается только лишь удерживая закрепить окончательно материалы удалить остатки и для опушечки подобрать перышко я закрепил перышко подобрал из скальпа курочки сибрайта крашеная вот такое флуоресцентная если по каким-либо причинам у вас нет такого пера можно изготовить из любого пера которого вы сможете из шеи подобрать для жабо можно использовать мягкое петушиное перо главное чтобы подходили по величине наши бородки и буквально возьмем наш перодержатель сколько будет видно сейчас по величине наших бородок 2233 оборота или же один это вы уже подберете для себя сами перышко должно быть мягкая и в то же время достаточно крепкая для того чтобы прослужила дольше так как вы просили это ну самый уже такой бюджетный вариант ловчий мушки действительно уже проверенная не только в нашем юго-восточном регионе практически на территории россии она побывала уже везде где только можно сказать и выполнили мы вот буквально два оборота закрепим теперь перо остатки удалим и изготовим головку сделали завершающий узел капнули капельку лака на головку и как вы видите вот у нас достаточная величина бородок так что доходит конечно немножко необычно без хвостика смотрится наша мокрая мушка но заверяю вас ловит достаточно хорошо вот в таком варианте практически вся мелочь какая есть будет собрана 16 18 номер это уже смотрите под свою рыбалку довольно таки тяжело вытаскивать потом у рыбы благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч